В Донецке больше не осталось безопасных районов. Украинская армия усилила обстрелы, снаряды рвутся по всему городу. По словам ополченцев, после ряда провалов украинские силовики будто вымещают злобу на мирном населении. Много раненых, бомбоубежищ не хватает. Люди прячутся от обстрелов в подвалах, не приспособленных для проживания. Из Донецка, Николай Долгачёв. Из самых опасных районов, которые постоянно подвергаются обстрелам, людей эвакуируют сотрудники МЧС. Здесь даже в подвалах оставаться небезопасно. Украинская армия использует гаубицы, стреляют постоянно. Снаряды могут упасть и в этот, в любой момент. Поэтому все торопятся, эвакуация экстренная. У вас пять минут на сборы, берём самое необходимое. Из убежищ Петровского района приходится увозить мирных жителей. Они прожили в подземельях по несколько месяцев. Сейчас самые тяжёлые дни. Нам в подвале очень тяжело жилось. Видите, как я говорю, позаболели. Ни условий, ни света, ни воды, ни пойти, ни помыться, ни приготовить, ничего. Как-то так и жили. Сегодня такой ночью обстрел был, всё тут рожало. Удары украинской артиллерии настолько мощные, что в случае прямого попадания бетонные перекрытия убежища, а это простой подвал административного здания, могут не выдержать. За время, проведённое в подвале, люди успели обжиться. Тёплые вещи, небольшой запас продуктов. Но с собой берут только то, что можно унести в руках. Надо оттекать уже. Уже у нас просто нету сил. Это жмёт эта темнота на голову, на мозги уже. Просто мы уже на стороне, нервный срыв. Оставляем всё тут, все вещи, всё тут оставляем. Вот, нема света. Со свечками сидим. Из-под обстрелов автобус увозят людей в глубокий тыл, где хотя бы не гремят взрывы. Потом новый рейс. На передовых позициях обстановка остаётся очень сложной. Ополченцы постепенно продвигаются. От аэропорта отодвинуть силовиков удалось на несколько километров. Сейчас самый горячий участок фронта, севернее Дебальцево, этот город украинские военные, ещё летом превратили в плацдарм для наступления против народных республик. Мирным жителям тех территорий, которые сейчас удерживаются силовиками, правительство ДНР пытается оказать гуманитарную помощь. Мы находим возможность помогать своим территориям, насколько у нас есть на это возможности. Украина, столкнувшись с этим, оказалась абсолютно бессильна. За событиями на фронте в Донбассе следят все. Танкист с многолетним стажем Константин Иванович тоже не пропускает ни одной новости. Ветеран Великой Отечественной, получивший два ордена Красной Звезды в составе Третьего Украинского фронта, дошедший до Праги, воевал и на Донбассе. В 41-м году в районе Дебальцево были серьёзные бои, которые и сейчас в настоящее время проходят. Донбасс никогда не был покорён, никогда не станет на колени, и никто его не победит. Накануне возле дома Константина Ивановича взорвался украинский снаряд. По городским кварталам артиллерия бьёт всё активнее. И в Донецке, и в Горловке, и в Докучаевске. Военные Украины стараются действовать дистанционно. В контактных боях несут значительные потери. Общие потери группировки украинских войск за истекшие сутки составили 6 танков, 2 БМП, 5 автомобилей, 12 орудий и миномётов. Подтверждённые потери в живой силе составили 89 украинских военнослужащих. Всё более очевидным становится неспособность украинских подразделений выполнять задачи, которые перед ними ставят. То, что не получилось сделать дипломатически, отодвинуть артиллерию от крупных городов, сейчас получается у армий народных республик. Николай Долгачёв, Василий Харитонов, Геннадий Корнеев, Андрей Руденко, Олег Мондаренко. Вести, Донбасс. И вот срочная новость. Ополченцы сообщают, что их подразделения вошли в Дебальцево. Подробности мы рассчитываем узнать чуть позже, но уже, в общем, сейчас понятно, что наступление на этот город это часть операции по созданию котла. Как сообщают ополченцы, атаки ведутся со всех сторон, однако войска продвигаются медленно. Сказывается численное превосходство украинской армии и то, что за время перемирия верные Киеву подразделения укрепили свои позиции. При этом украинские силовики не просто сидят в обороне, но и пытаются контратаковать, впрочем, безуспешно. В случае, если силам сопротивления всё же удастся реализовать свой план, то в окружении могут оказаться до 12 тысяч украинских солдат и боевиков добровольческих.